Виктор Невулян провел онлайн-встречу с бизнес-сообществом Раменского городского округа. Итоговое мероприятие, которое состоялось в конце прошлого года, посвящено системе налогообложения и единого налога на обмененный доход для отдельных видов деятельности. В диалоге участвовали представители Федеральной налоговой службы и структурных подразделений администрации округа. Вы сейчас в режиме реального времени можете задать вопросы, которые вас беспокоят именно в этом направлении. Те платежи, которые ранее работали на едином налога на обмененный доход, на сегодняшний день имеют право выбрать несколько режимов налогообложения. Это индивидуальный предприниматель по такому системе налогообложения может выбрать обращенную систему налогообложения, либо же остаться на общей системе налогообложения, это МВС и нового налога на политические крест. В течение года в администрации провели пять видеоконференций с предпринимателями. Безусловно, все они были направлены на поддержку малого, среднего и крупного бизнеса в Раменском. На сегодняшний день в округе функционирует около 12,5 тысяч субъектов среднего и малого предпринимательства. По соотношению с прошлыми периодами, то это увеличение на 25,4%, а индивидуальных предпринимателей вообще стало больше на 31%. Это говорит о том, что большое количество людей выбирает именно это направление деятельности, для себя считает этот бизнес перспективным, выбирая разные его формы. Стоит отметить, что по результатам рейтинга 50 показатели малого и среднего предпринимательства Раменского городского округа вошли в топ-10. В таком направлении, как мой бизнес, заняли первое место. А по приросту количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч населения мы заняли восьмое место. То есть это хорошие показатели. И надо отдать должное, что работа, которую мы вместе с вами проводили, дает свой результат. В здании администрации открылся стенд раменских представителей общества «Нежный бизнес», который объединяет женщин-предпринимателей для обмена идеями и опытом. А в рамках конкурса «Леди бизнес» состоялся муниципальный конкурс, где в финал вошли семь участников. Победителем конкурса стала руководитель фермы «Веселая корова». Она будет участвовать уже в региональном конкурсе, будет представлять раменский городской округ. Учитывая, что наши представители достаточно инициативны и креативны, я уверен, что тоже достигнут хорошего результата. Дмитрий Иванов вместе с супругой несколько лет в Кратово успешно занимается авторской кухней. Он предложил идею создания фудмола на территории бывшей ткацкой фабрики в Раменском. Подобный проект реализуется впервые в Московской области и заключает в себе множество направлений, таких как авторская кухня от раменских и московских рестораторов, мастер-классы для учащихся в профильных заведениях, различные художественные выставки, творческие ярмарки, музыкальные выступления, обязательные развивающие развлекательные проекты для детей и подростков и, конечно, отдых выходного дня для всей семьи, чего категорически не хватает на данный момент в Раменском районе. Теперь, внимание, вопрос. Есть ли шансы, что в апреле 2021 года правительство Московской области действительно даст разрешение на реконструкцию фабрики? И хотелось бы услышать от вас, какую перспективу для района на площадях фабрики вы видите? Сам проект интересный, и мы бы очень хотели, чтобы он был реализован. Одно но, лишь бы у самих собственников этой фабрики не пропало это желание, учитывая, что круги, которые им приходится проходить, связаны с оформлением, переоформлением, утверждением, проектными решениями, заданиями, техническими условиями. Но, в принципе, пока все двигается именно в этом направлении, и сроки, если не апрель, то чуть позже, действительно, реальные, и я надеюсь, что они будут работать. Как отметил Виктор Неволин, такие встречи эффективны и востребованы, поэтому они продолжатся в будущем. Сергей Григорьев, Алена Иванова, Дмитрий Курнов для программ «Городские вести». Алена Иванова, Дмитрий Курнов.